Бэтфайт. Это режим, в котором вам нужно сломать кровать противнику, а также слить его и победить. Можно сказать, что это мини-бэдварс, и в этом видео я покажу вам, как я освоил бэтфайт за 5 часов. А также за это время я понял, как правильно нужно действовать на этой дуэли. И на протяжении всего видео иногда я буду давать вам разные советы и показывать хорошие тактики для победы. А ещё, когда я тренировался, я решил позвать топ-1 игрока по фаерболл-файту в нашем комьюнити, с которым я записывал уже несколько видео. Но в этот раз мы подуэлили с ним на бэтфайте, а также сыграли в дуэли по этому режиму 2 на 2. А ещё я покажу вам игру, в которой против меня попался читер, но я смог его победить. Это получилось эпично, а также интересное видео, над которым я постарался, поэтому ставьте лайки, а вам я желаю приятного просмотра. До записи этого видео у меня было всего лишь 15 побед на бэтфайте, а если быть точнее, их было ещё меньше, просто я не сразу заскринил свою статистику. А в конце видео я покажу вам, сколько побед я сделал за 5 часов. И вот моя первая игра. На тот момент я уже имел представление, что это за режим, потому что когда-то я заходил сюда, но, понятное дело, опыта у меня не было. Но при этом, на удивление, первая игра прошла довольно-таки отлично. Я легко смог сломать кровать противника и спокойно победил, а также я сразу понял очень хорошую вещь. Конечно, вы имеете право использовать любой вид строительства, например, фрутбэрис бриджинг. И да, кстати, я делал туториал по этому виду строительства, можете посмотреть на моём канале. Но после просмотра этого видео вы можете использовать мунволк или любой другой более сложный вид строительства, но я вам не советую этого делать. Проблема заключается в том, что, например, мунволком вы строите снизу, а ваш противник, скорее всего, будет находиться выше, чем вы. Поэтому я советую сначала построиться лесенкой вверх, а когда вы находитесь выше и строиться вверх уже не получается, просто используйте ниндзя бриджинг, и в таком случае уже вам будет легче скинуть вашего противника. Ну а в следующей игре всё начиналось неплохо, но противник слил меня и при этом успел сломать меня кровать. А без кровати здесь победить очень сложно, но всё же я собрался и активировал свой скилл на максимум. Несколько раз он почти смог меня скинуть, но потом я просто перепрыгнул его, сломал кровать, и хоть у меня было мало хп, я всё равно смог победить его, и в этом мне помогли блоки. Наверное, блоки это самый важный предмет на этом режиме. Например, в этой ситуации, когда я начал ломать кровать противнику, я просто поставил блоки, и он не смог по мне ударить. При этом я спокойно обошёл его, он находился рядом с пропастью, и я скинул его, и, конечно же, потом сломал кровать и победил. А также не забывайте, что блоки можно использовать, чтобы сейвиться, когда вас пытаются скинуть. Поверьте мне, этот навык вы будете использовать почти в каждой вашей игре на этом режиме. Поэтому советую научиться вам это делать. А в следующих играх я начал использовать ножницы. Например, когда противник собирается прыгать, можно просто быстро сломать перед ним блок, и он упадёт. Да и вообще, ножницы это тоже очень полезный предмет на этом режиме, который важно использовать правильно. И если вы будете это делать, то вам будет легче победить. Вы также можете отбежать назад, сломать блок перед собой, и потом скинуть туда противника. Я считаю, что стрейф это, пожалуй, основная тактика для победы на этом режиме. Дело в том, что вы можете использовать эту технику по-разному. Например, просто отойти немного в сторону и начать ударять вашего противника. Вы будете бить его в бок, поэтому сможете скинуть его. А также вы можете прыгнуть в сторону, когда ваш противник находится рядом с вашим островом, чтобы скинуть его. А если вы ещё умеете сейвиться блоками, то вы сможете не упасть. А также советую делать фейковый стрейф, то есть сначала немного пойти в одну сторону, противник нацелится туда, а потом отойти в другую сторону, и таким образом вам легче будет скинуть вашего соперника, так как он вряд ли будет этого ожидать. А ещё можно поставить блоки перед игроком, и при этом тоже побежать в сторону. И как минимум, противник не будет знать точно, в какую именно сторону вы пойдёте. Конечно, вы можете у меня спросить, разве вас не могут скинуть, когда вы отходите в сторону? Да, могут, но со мной такое происходит редко. Просто посмотрите на этот момент. Как вы видите, я не получил почти никакой отдачи. Всё, что вам нужно для этого, это просто отпустить от кнопки W, но в правильный тайминг, когда вы начинаете PvP с противником. Также советую делать много КПС, чтобы понизить отдачу. Иногда это может помочь. Например, лично я использую Butterfly Click, а этому игроку даже не помогли блоки, которые он поставил сзади себя, хотя у меня сзади не было ничего. Но он просто не смог меня сильно откинуть. Поиграв какое-то время, я понял, что на этом режиме есть много профессиональных игроков. Но если вы знаете разные советы, и самое главное, можете использовать тактики, то играть будет намного легче. На протяжении нескольких часов моей игры, почти в каждой игре я побеждал. Проигрышей было очень мало. А также в какой-то момент я понял, что на бэтфайте важно научиться нестандартно мыслить и делать те движения, которые не будет ожидать ваш противник. Например, в этой ситуации мой противник думал, что я побегу вперёд, и поэтому ломал блоки в том месте. Но я вместо того, чтобы прыгнуть вперёд или куда-то в сторону, просто сломал блок под собой, и мой противник этого не ожидал. Поэтому я спокойно смог его закомбить, а также использую блоки, и после этого легко ломаю ему кровать. Потом, конечно, он смог сломать кровать и мне, и при этом ещё постоянно от меня убегал, непонятно зачем затягивал игру. Но вы всё равно знаете, какой был итог. Плюс ещё одна победа, а это, возможно, одна из моих самых эпичных каток на бэтфайте. Дело в том, что мне сломали кровать. После этого я побежал на остров моего противника, и когда я видел, что он собирается прыгнуть в сторону, чтобы меня скинуть, я поставил перед ним несколько блоков, и он не смог по мне попасть. После этого я успел сломать ему кровать и начал ставить блоки перед ним, но он наносил много урона, и я решил неожиданно пойти в ту сторону, где была стенка, но я просто сломал блок, а он думал, что я пойду в другую сторону. После этого я красиво закомбил его и победил. А также по поводу нестандартного мышления могу сказать, что, например, в ситуации, когда ваш противник только заспаунился, вы можете использовать более сложный вид строительства, чтобы просто обойти его. Такого он тоже вряд ли будет ожидать. Поэтому, сделав несколько ударов по этому игроку, я скинул его, но не успел сломать ему кровать, потому что он вышел. А через какое-то время против меня попался читер. Не, вот это, кстати, хорошая прям игра, отличная. Это, это что-то, конечно. Я не знаю, как я буду играть против читера, но давайте. Я уже расслабился, думаю, ну что? Я такого здесь еще не видел. Серьезно, все время, как я здесь играю, я такого не видел. Ну и куда мы идем? Давай. Не, слушайте, меня удивляет то, что он откидывается. То есть вы сами видите, как он строится. Не знаю, что это за вид строительства. Но то, что он откидывается, это удивительно. Обалдеть. По-моему, у него даже удары, ну, как бы не странные. Все его забанило, отлично. А потом мне попался игрок, у которого больше трех тысяч побед на бэтфайте. Просто, чтобы вы понимали, у меня на этом этапе, насколько я помню, было меньше 50 побед. И это получилась очень эпичная игра. В начале я старался максимально использовать блоки, чтобы мне было легче его слить. После этого у меня осталось буквально пол хп, и я успел сломать ему кровать в последнюю секунду перед тем, как он меня слил. И когда он уже был рядом с моей кроватью, я не дал ему сломать свою кровать и победил этого игрока. А сейчас я покажу вам несколько игр, в которых мы вместе с топ-1 игроком фаербалл файта в нашем комьюнити играли в бэтфайт 2 на 2. А после этого покажу вам наши с ним дуэли на этом режиме. Это я был. О, успел. Отлично. А у них тут залагали. Или нет? Стоп, а я втро... Слушай, ну я сломал. Я вот и затыкал. Сломал. Одного солю. Нет, у него 2 хп. Иди сюда. Да. Вот этот прыжок был жесткий. Нормально, отлично. Ну там один упору. У меня какая-то жесть происходит. Слушай, сама походу. Нет! Нет! Там открыта уже кровать. Нормально, молодец. Ну, какие-то прям нубы. Да чё? Бо-минус 2. Давай. Не скрывать. Отлично. Слушай, ну легкотня вообще. Я ещё попал по нему в воздухе. А ты видел? Опять засеялся. Да что такое? Ещё надо ножницы не забывать использовать. Я играл, он все использует. Ой, какой комбо. В воздухе комбо вообще. Красота. Сейчас вообще не подставился. Почти. Всё, я пошёл, давай. Куда ты пошёл? Удачи. А сейчас вы узнаете, сколько побед я сделал на битфайте за 5 часов игры. Но, опять же, во-первых, я не сразу заскринил статистику, которая у меня была здесь изначально. А также в эти 5 часов игры входили те игры, которые мы сыграли вместе с топ-1 игроком Fireball Fighter в нашем комьюнити. И, насколько я понимаю, победы, которые мы сделали, когда играли 2 на 2, а также дуэли, в которых я побеждал этого игрока, они не считаются. Но, если что, в данный момент у меня ровно 100 побед на битфайте. Но, так как у меня изначально уже было несколько побед на этом режиме, можно сказать, что за эти 5 часов игры я сделал примерно 90 с чем-то побед на битфайте. И, скажу честно, лично мне было сложнее освоить битфайт, чем тот же Fireball Fight. Кстати, на моём канале есть видео, в котором я показывал, как я освоил Fireball Fight за 5 часов. А также вы там тоже можете узнать про разные тактики и советы на этом режиме. Но, в целом, могу сказать, что игра битфайт интересная. И сегодня я показал вам, как я научился играть на этом режиме и поделился с вами разными советами. И я надеюсь, вы возьмёте для себя что-то полезное. Конечно же, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Гера, и всем пока!